Мы вновь поменяли нашу диск локацию и приехали в интереснейшее место. Нас встретила прекрасная девушка Сюзанна. Сейчас она нам расскажет, куда мы приехали и зачем, собственно говоря. Баридзес. Здравствуйте, Баридзес. Вы приехали в Бюрокан, в Чирхаус. Мы будем здесь, вы много чего здесь увидите, но в первую очередь мы будем готовить гапаму. Это традиционное армянское блюдо, которое по традиции армянской на столы свадебные. Подносились в знак изобилия. Поскольку тут у нас... А, еще здесь будет рис. Вместе с рисом фаршированная тыква это у нас будет. С сухофруктами, орехами, медом и всякой такой вот радостью. Сухофрукты делаете вы здесь, проявляете? Мы здесь производим сухофрукты. Мы здесь производим... У нас есть теплица клубнику. Вот так вот. Отлично. Сколько же здесь ингредиентов-то, а? А, и вот с маслом все это делается. Процесс, я думаю, потом уже снимем. Будет уже ясно, как они это делают. Супер. Ну, получится интересно, думаю. Однозначно. Всяко. Как по мгновению волшебные палочки на столе появляются новые ясно. Тут и сыр, и салаты из фруктов, овощей, и грибы какие-то. И вот мясная закуска, и зелень, и лица и грибничек. И король стола. По-нашему шашлык. Ну, нам сказали, что это называется бюрака. Как-то так. Может быть, я, конечно, немножко неправильно произношу. С зеленью. Великолепный шашлык из курицы. Я вижу курицу, по-моему, еще делушки. И картошка. Ну что, наверное, мы сейчас начнем. Оказалось, что это еще не все. Еще диз с сухофруктами и, конечно же, лаваш. Как это все возможно? С грибами. С грибами, но... Это перловка. Нет, это не перловка. Не перловка? Это как раз не перловка. Сейчас вспомню, вам скажу, ладно, что это у нас. Ну, здесь грибы. Грибы, да, это грибы. Но сейчас скажу, у вас нету такого. Нет такого, да? Нету, нету, нету. Интересное блюдо, название которого мы не знаем. Ну, название сейчас вспомню, скажу, ладно? Конечно. Это все просто какой-то Валтасаров пиж. Полба это называется. Ну, тут животные вот бегают. Прекрасный сад. Сережня, фруктовые деревья. И ребятишки бегают за кроликом. Растет ягода здесь в хозяйстве. Здесь проводятся экскурсии для детей, мастер-классы по приготовлению еды. Детские экскурсии постоянно проводятся. Вот приехали с мамочками они. Здесь после ереванской жары чрезвычайно приятно находиться. А когда все эти сады начнут созревать, ну, сейчас только черешня пока и абрикосы. Сейчас Алексей Евгеньевич готовится к съемке сюжета для своего канала. Я ему буду в этом помогать и немножечко попутно снимать и для себя. Вот, ведем к экскурсию. Спасибо большое, Сузанна. Пожалуйста. Шнор-калютюн. Хантраем. Расскажите, пожалуйста, где мы находимся, как место называется? Вы находитесь в Бюрокане, в Чирс-хаус находитесь. Чирс-хаус это место, агроусадьба? Нет, Чирс-хаус, Бюрокан это усадьба. Ну, в деревне Бюрокан вы находитесь. А вот наш агротуристический комплекс называется Чирс-хаус. Чирс это сухофрукты. Да, Чирс это сухофрукты, правда. Правильно. Смотрите, ну, это комплекс туристический, агротуристический, по которым мы пройдемся и постепенно все я вам покажу уже на нашей территории. Отлично, пойдемте. Этот выпуск состоялся благодаря поддержке главного фермерского портала Фермер.ру. Фермер.ру – это крупнейший интернет-портал о бизнесе в сельском хозяйстве на русском языке. Ответы на тысячи вопросов фермеров, уникальные обучающие материалы, прямые эфиры из агроэкспедиции, беседы с мастерами своего дела, успешными фермерами, технологами, учеными и их бесценный опыт. Регулярные выпуски на YouTube-канале и широкое общение на форуме портала. Всем, кто интересуется сельским хозяйством, я рекомендую Фермер.ру. Ссылка в описании к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да! Да! Мастер-классы Да. Для кого? Для всех желающих И для тех, где делают, которые экскурсию здесь проводят И для туристов разных делаем Для всех желающих Ну то есть когда у вас бронируют жилье То есть можно сказать, что-то Нет у нас жилье не бронируют Они как раз бронируют вот эти вот мастер-классы А, жилье у нас в палатках. Да. Жилье, ребята, мы сейчас еще вам это все расскажем. Жилье у нас оказывается здесь в палатках на улице. Да. Супер. Но я увидел хорошую туалет, правильную. Это очень важно, и есть интернет здесь. Сейчас я лавку возьму. Как я сказала, у нас ничего не теряется. Смотрите, вот эти вот коробочки. Мы готовим вот из этих вот уже. То есть коробочки делаете сами. Да, сами делаем. А из-за отхода вот этих вот делаем. Смотрите, как красиво. Красиво. И вот эта красота тоже идет в Великобританию? Или это мы здесь тоже продаем. И в России, кстати. Вы там тоже будете встретить. В России можно встретить. А где? Где там? В Краснодар, Москва. В Краснодар, Москва. Понятно. Он сейчас горячий. Да. Мы недавно шашлык здесь готовили. Вот здесь вот так вот опускаются. Присаживаются. И можно вот открыть вот эту? Конечно. Из клин их готовят. И вообще вот производят тандыры. Особое производство. И лепешки. Лепешки. И хлеб. Можно прямо к стенке, да? Да, да, да. А шашлык просто подвешивается на палочке, да? Лаваш и лепешки, а не к стенке прилепят. Да, да. Если сами здесь могут жарить вешенку, это здорово. Да. Сейчас идут приготовления. Будут готовить на наших глазах очень такое национальное и почетное блюдо. А блюдо, тыкву вот это будет маршировать и будут нам помогать девочке в этом деле. Я попробую снять несколько кадров. О, да. Мы постепенно все уже показываем. Это сладкое блюдо. Смотрите, рис подсоленый немножечко, но в основном мы больше уже соли туда добавлять не будем. Уже только сладость. Мед. И представь тогда, пожалуйста, нашу героиню. Кто у нас тут? Тут у нас Эленочка. У нее сегодня день рождения. Я услышал, что Элен сама выбрала это место для того, чтобы провести день рождения, так? Да. Да? И еще расскажи, что ты видео снимаешь о чем? Про сказки и сайт ведешь. Про сказки. Ты их сама сочиняешь? Да. Стихи и сказки. Ну вот, извини, что мы пришли к тебе на день рождения без подарка, но у нас есть вот такой магнитик с большой рекой. Это на Горном Алтае, где живет наш оператор Роман. Вот тебе от нас подарок. Извини, что только такой. Но зато ты будешь у нас на видео. Договорились? Да. Будешь помогать готовить? Будем вместе готовить. Да. Супер. Приступаем? Начинаем. Я, ребята, уйду за кадр, но буду задавать вопросы. Конечно. Главная героиня этого нашего блюда, это вот эта вот тыквочка. Мы срезаем вот эту вот головочку. И уже получается вот... А сорт тыквы какой? Ну, я не знаю, что с тобой. Ну, такие вопросы задаете. А важно, чтобы она такой формы была? Удобно просто. Удобно, да? И она легче печется. Понятно. И потом достаем вот это вот все, семечки и все вот это вот внутренность. Из нашей вот тыквочки. Мы ее будем потом использовать? Будем использовать. Немного нарежем и будем добавлять к рису. Это как шарик с мороженым. Да. В данный момент, да. Тыквенный шарик. И измельчим. Вот эти вот все семечки отсюда вы сейчас достали. Я слышал, да, что с такой вот сорт, ну, такой, вернее, формы тыква называется матильда. В России ее выращивают. Вот такой формы. Значит, матильда. Пусть будет эта матильда. Ладно, она вот такая должна быть немножечко крупненькой, чтобы туда вот легче... Удобно было, да? Чтобы ее легче было фаршировать. Да. Сейчас мы эти все семечки отсюда вы достанем. Так, друзья мои, сейчас самый ответственный момент у нас происходит. Дегустация. Дегустация, да. Запах. И выглядит шикарно. Свежо, наверное, Алексей. Свежо. Так, помочь подрезать. Я готов помочь. Вот она. Мы сейчас это все вдвоем, Сусану, съедим. Это самая главная часть. Да, да, да. Рис с сухофруктами. Почему решили заниматься этим бизнесом с сухофруктами? С сухофруктами. Вот это вы сейчас и попробуйте. Чтобы радовать вас и многих таких, вот как вы. И, кстати, это еще для того, чтобы женщины в нашем селе имели работу. Могли свои выращенные там абрикосы, там продукты сдать. Вот так вот, друзья мои, здесь заботятся о своих односельчанах. Ну, а мы приступаем к дегустации. И лично я, Алексей Евгеньевич Воложанин и весь фермер Руй, вся наша съемочная группа, приглашаю всех в Армению. Потому что так, как здесь, по-моему, нет нигде. Спасибо большое. Пожалуйста. Будем пробовать. Благодарны вам. Рады вас всех. У нас. И больше нет слов. И больше нет слов. Действительно, очень вкусно. И, как мы говорили правильно сегодня, медом тыкву не испортишь. Все, уже точно. Друзья мои, приезжайте, кушайте. Здесь очень вкусно и очень дружелюбно. И ждут всех гостей. Ждем всех, конечно. С любовью. Спасибо. Шнора Калютюну. Большое спасибо. На самом деле, у нас уже прям нет сил. Нам еще жарят рыбу. Рыбу. И после того, как рыба жарится, здесь все шашлыки будут жарить. Это сердечки. Сердечки и грибные. Как мы с этим справимся, Алексей Евгеньевич? Я не знаю. Ну, мы здесь задержимся на неделю, да и все? Да. Доброе всем утро. Мы прекрасно выспались вот в этой большой палатке, которую для нас поставили. Здесь можно приехать со своими палатками. Либо вам поставят палатку местную. И отдохнуть под прекрасным армянским небом, не опасаясь дождя никакого. Здесь вполне хватает места для постановок множества, нескольких десятков палаток. В синий кустов можно прекрасно отдохнуть. Ну, туалет весь уже обыденный. Они здесь, естественно, есть. И я прохожу в столовую. Столовая здесь чудесная. Вмещает, как вам сказали, 50-70 даже человек. Сейчас утро и никого нет. Но к обеду уже появятся туристы, появятся экскурсии. И здесь их будут кормить. Кухня здесь отличная. От шашлыка до сухофрукта. Собственно, все место называется отель Сухофрукт. Дом сухофруктов. Вернее, так будет точнее перевести. Вот продукция, которую продают. И кормят горячими обедами. Также здесь, ну, естественно, кофе. Вот так она оформлена. Очень такое красивое, стильное здание. Можно покушать вообще под открытым небом. Вот вчера здесь праздновали день рождения девочки. И уже к вечеру еще приехали аж люди из Африки. Какая-то туристическая пара. Лучше всего здесь, наверное, в сентябре, когда это все поспевает. Сейчас уже есть абрикосы и черешня и вишня. Но в сентябре будет еще лучше. И все это можно будет есть прямо с деревьев. Мы завтракаем под сенью яблонь. Или что это у нас, груши. И опять завтрак очень обидный. Здесь и овощи, и вот эта полбовая каша с грибами. И сыр, и конечно лаваш, и фруктовый плов, и салат из капусты. Это несмотря на то, что с утра-то мы вообще-то позавтракали. Да, с утра мы поели уже. Мы и кофе выпили, и поели всяких фруктов, сухофруктов. Ну давайте как-то все равно как-то к этому. Надо, ребята, делать над собой усилия. Да, это Армения. Иначе никак. Ну, в общем-то, я заканчиваю уже репортаж из этого места. Замечательное место. Мы отдохнули здесь душой. Вам я советую, если будете в Ереване, обязательно сюда подняться. Это недалеко от города. И вы почувствуете разницу между жарким и суетным Ереваном и этим практически райским местом. На этом прощаюсь. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите добрые комментарии. Я всегда на них отвечаю. И приезжайте в Армению. Спасибо.